Земля кошачьего локотка. Так называют землю по обе стороны реки Козы. Живут здесь ханты. Небольшая народность, насчитывающая около 30 тысяч человек. Ханты в основном проживают на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Населяют берега больших и малых рек Западной Сибири. Да и называют они друг друга по именам рек. Пимские, Аганские, Абские, Ваховские, Козынские. Суровые природные условия Севера сформировали совершенно особое мировоззрение, быт, уклад жизни, которые легли в основу уникальной самобытной культуры, объединяющей все окружающее и самого человека в единое неразрывное целое. Традиционными занятиями хантов издавна были охота, рыбный промысел, оленеводство. Хантыйские мастерицы славятся своим умением шить теплую и удобную одежду, украшать ее затейливым узором. В меховую мозаику вплетают они свои светлые мысли. В такой одежде не страшны ни холод, ни ветер, ни злые духи. По древним легендам, земля кошачьего локотка находится под покровительством Казу Ними, Казымской богини, один из священных образов которой – черная кошка. Здесь особый мир. Здесь все существа наделены живою душой. Здесь миром людей управляют духи. Здесь каждая вещь имеет свое место и назначение. Здесь человек не царь природы. Он лишь частица мироздания. Маленькая частица огромного мира. Неразрывность связи природного мира и мира людей символически закреплена в предании о предке человека – медведя. Медведь – не животное, скажет вам любой хантыйский ребенок. Он почтенный старец или младший брат, великий дядя или священный сынок. Медведицу обычно называют святой дочерью. И душ у медведя столько же, сколько у человека – пять, как у мужчины, либо четыре, как у женщины. Пупияк – медвежий праздник, который устраивается по случаю добычи медведя. Является самым важным и значительным событием в жизни ханта. В годы советской власти медвежьи праздники, или как еще их называют медвежьи-идвища, были запрещены. И хотя пытались энтузиасты, представители коренных народов, не раскирять бесценный опыт своих предков, 60 лет за предками сыграли свою разрушительную роль. Прервалась живая цепь поколений, передающая от стариков к молодежи священные слова и магические движения. Поэтому, если проводятся сейчас медвежьи-идвища, то приглашают исполнителей со всего округа. Ведь не каждый помнит длинные тексты песен, которые исполняются порой более пяти часов. Да и язык этих священных песен не обычный разговорный, а особый, сакральный. И понимают его только знатоки. Берег Ксюньюгана, Счастливой речки. Хозяин лесной избушки, Петр Иванович Сингепов, известный охотник, уважаемый человек. Сегодня у него собрались гости, чтобы достойно проводить на небо душу убитой медведицы. Услышав о празднике, с окрестных мест съехались соседи. Собрались исполнители священных песен и танцев со всей округи. Как всегда, сначала приветствия, расспросы, воспоминания. Что, хозяин, узнал ли ты меня? Да как же, Алексей? Конечно, узнал. Лет сорок-то всего и не видел. Как не помню? А помнишь, Данила, как в 56-м году председатель нашего сельского совета бегал после работы на стойбище, где медведи играли? На лыжи встанет и через два часа там. А Падута возвращается и на работу. Поймался, но бегал. Вот и начинается праздник. Но прежде чем приступить к церемонии, необходимо выяснить. Согласна ли медведица, чтобы игрища проводились в лесной избушке? Вдруг захочет более просторное помещение? Каким духом станет? Родовым или домашним? Какую жертву следует принести перед праздником и камнем? Здесь медведица диктует условия. На протяжении всего праздника ее души будут общаться с людьми. Узнали, старики, что медведица просит трех оленей. И пока их снаряжают, гости готовят для духов свои подарки. Привязывают к врагам жертвенных оленей платки и цветные куски ткани. Хозяин стойбища обращается к духам, приглашая их на пир. Просит для людей хорошей спокойной жизни, удачи в промысле. Жертва принята. Начались приготовления к церемонии. Вынимаются из прикладов духов охранителей хозяина медведя ритуальные халаты, рукавицы, шапки. Из специальных мест хранения достаются брестяные маски. Назначаются распорядители медвежьих игрищ, так называемые повара. Их задача – следить за последовательностью исполняемых номеров, отмечать на специальной бирке их количество, помогать участникам переодеваться, окуривать, очищать помещение от злых духов. «Слышите, люди, кто-то в дом рвется. Может быть, впустим? Нет, мы боимся!» – кричат зрители. «Не надо впускать! Может, это кто-то недобрый?» Так продолжается несколько раз. А в это время помещение очищает, окуривая дымом. Люди тоже очищаются, посыпая друг друга снегом. Наконец, почетную гостью вносят. Голова медведицы занимает священный передний угол дома. С этого момента здесь начинается священное действие. Четыре ночи будет продолжаться обряд, истинный смысл которого до сих пор еще окончательно не понял. А может быть, потому и привлекает это таинство, что каждый видит здесь что-то свое. Для искушенного исследователя это череда действий, которые он затем будет систематизировать, классифицировать и описывать. Для детей – веселое представление, в ходе которого они могут приобщиться к киному, к клинственному миру. Для хантыйских стариков – встреча с прошлым и будущим, встреча с родовой памятью. Вскоре здесь будут стянуты в одну точку пространство и время. Сойдутся вместе разные миры. На этом маленьком пятачке в короткий срок развернется и предстанет перед зрителями сама история. От сотворения хантыйского мира до нашей души. Провожая душу медведицы, люди встретятся с прошлым, посмеются над настоящим, задумываются о будущем. Первые всегда поют песню спуска медведя на землю или вуха в Таар. Она исполняется от лица самого медведя. У великого Торума отца, где воды золотых ветров протекают, в доме его внутри, с бессильными руками маленький зверь, с бессильными ногами маленький зверь, я жил. Увидев однажды случайно с желтым сукном покрытую счастливую землю, с зеленым сукном покрытую счастливую землю, медведь, сын Торума, бросится вниз. Не соглашается сначала небесный отец, но поддавшись уговорам сына, собирает он многочисленных кузнецов своих, которые выковывают железную колыбель с железной цепью, и в этой колыбели медведь опускается на землю. Но прежде отец дает свои наставления. Когда будешь жить на земле, говорит великий Торум, со ста оленями, с оленями пастбище, если найдешь ты, за густым укрытием в три дерева стороной обойги, с четырьмя ногами, с ногами лабаз, если найдешь ты, за густым укрытием в три дерева стороной обойги, кладбище, кладбище, если найдешь ты, за густым укрытием в три дерева стороной обойги. Все наказы обещает медведь исполнить, но, спустившись, он видит зеленью трав покрытые многочисленные непроходимые леса и понимает, что земля не так приспособлена к жизни, как казалось ему сверху. Гонимый голодом и одолеваемый гнусом медведь бродит в поисках пищи и выходит на оленье пастбище. Забыв про обещание данной отцу, набрасывается он на стадо и превращает его в большую груду мяса. В другой раз усталый истощенный зверь находит лабаз и смешивает его с черным торфяным пхом, а попав на кладбище, разоряет могилу. За людей заступается сама мать земля. За нарушение наказа второма лишает она медведя бессмертия. Теперь охотники могут убить медведя, но каждый раз они должны проводить особый ритуал, чтобы очистить и вернуть его бессмертные души небесным отцом. Песни, где рассказывается о встречах людей с медведем, составляют цикл так называемых звериных песен – «Мояра» или «Каюинара». Каждый день праздника исполняется несколько таких песен – три, пять или семь. В них заключен многовековой опыт взаимоотношений человека и медведя. Наконец спеты звериные песни. Теперь наступает время танца. По обычаю, каждый из присутствующих на игрищах обязательно должен станцевать для медведицы. Затем начинается вторая часть медвежьих игрищ. «Мишара» – песни духов Миш, охранители отдельных родов, хозяев рек, озер, лесов. Все песни в этой части праздника исполняются от имени пришедшего божества. Одним из первых приходит на игрища Вошеники, юильского городка-мужчина. Ему близко идти. Великая Казымская богиня назначила его духом-охранителем жителей Юильска. Зимой и летом провожает он людей, проезжающих мимо устья реки Вошьюка. Все путники одаривают его монеты. А тех, кто забывает обычаи предков, Вошь Ники строго наказывает, насылая зимой сильную пургу, а летом – ураган или затяжной ливень. Духи Миш покидают веселый дом, оставляя людям удачу, приносящий танец. Теперь пришло время для представлений берестяных масок. Няхарат, шутливые песни, или Сунгальтоп – так называется эта часть медвежьих игрищ. В персонажах сценок каждый может узнать себя, своих близких, и вместе со всеми посмеяться над собственными пороками. Череда веселых сцен продолжается до утра. И лишь когда прорезается рассвет, гости укладываются спать. Хозяин заботливо накидывает на голову медведицы платок. Она тоже будет отдыхать. Следующий день начинается с пробуждающей песни. Давно уже встали птицы, поют на разные голоса. Звери бегают по лесным тропинкам. Солнышко проснулось, пони бугуляют. Просыпайся и ты, доченька, – поет старый хант. Старики пьют чай. Решают, кто будет петь в предстоящую ночь. Какие песни и танцы будут исполняться. Где твои зарубки, повар? Сколько песен вчера спето было? Сколько сценок исполнено? Что-то мало духов, Миш, приходило, – замечают бабушки. Надо бы сегодня больше спеть. Вскоре прерванный для отдыха праздник продолжается. В начале, как и положено, медвежьи песни. Сегодня исполнители других хантыйских родов, присутствующих на празднике, поют свою песню о встрече с медведем. У мужчины юльского городка сын был. Как-то шел он по лесу и увидел медвежью перлогу. Богатырь убил медведя, но, похваляясь своей силой, небрежно притащил домой и бросил в нечистый угол, на место, где у женщин котлы стоят. Ночью оскорбленная душа медведя направляется на священное место, взывая к отцу Торуму о мести. Утром по всему городу плач раздается, стон раздается. Напали на город 25 медведей. Дома разрушают, людей убивают. Видит это сын городского духа, но ничего не предпринимает. На следующий день уже сто медведей появляется. Снова плач и рыдание в городе. Опять ничего не делает охотник. На третий день приходит целое войско в пятьсот медведей. Все на своем пути в пыль превращает, в прах превращает. Обращается, наконец, богатырь к оскорбленному зверю. Сын великого Торума отца, остановись! По всем правилам снимает он с медведя шубу. Везет его по священным родовым местам. Устраивает медвежью пляску. Отправляются четыре души медведя к отцу Торуму. Еще одна остается в доме духом-покровителем рода Вожа. Перед приходом духов Миш снова исполняются танцы. Перешептываются женщины, когда выходит танцевать в самой старой хампе. Старинную пляску показывает. Сейчас уже так не танцует. Смотрите, как красиво ноги сгибает, как плавно руками ведет. Сразу видно, знающий человек, умеющий человек. Вы, молодежь, тоже танцуете. Не беда, что ноги ваши пока не так ходят. Руки ваши пока не так ходят. Научитесь. А вы, женщины, чего сидите? Настал ваш черед. Выходите танцевать. Всех помнит медведь. И ту, что в худой одежде из кедровой коры, В худой одежде из еловой коры плясала для него. И ту, что в суконном кафтане, Пушистом, как бельчий мех, В обуви, украшенной бисером, Подобно коготкам белки для него плясала. Не вызывайте гнева медведя. Яко-яко, танцуй, танцуй, призывают слова песни. Из духов миш пожаловал сегодня на праздник в Моссомике. Мужчина с реки назад. Ведает он там рыбным промыслом. Приходится своей песней Верховьев о мне, одинокий мужчина, Духи ближних и отдаленных лет. Все хотят почтить великого предка. Все хотят пожелать удачи людям. Оживают зрители. В берестяных масках приходят пещерёх, Люди с печёры. Некоторые из этих сцен Не утрачивают своей актуальности И исполняются на каждых игрищах Уже в течение нескольких веков. Что вы тут делаете? Медведь опляшен. А кто такой медведь? Зверь такой. Страшный. С могучими когтистыми лапами. С огромными зубами. А что, боитесь вы его? Боимся. А я вот не боюсь. Я смелый. Встретился мне такой зверь. Так я его схвачу, Разорву на куски, да выброшу. А что? Ещё какие у вас тут звери водятся? Лоси ещё есть. Их боимся. А я не боюсь. Что мне лось? Встретил я сейчас такого по дороге. Как налетел на него, Разорвал на части, Разбросал в разные стороны. А ещё кого боитесь? Да вот лису ещё боимся. Зубы у неё острые. Ха! Сейчас на меня тут пыталась лиса напасть, Зубы свои показать. Так я как схватил её, Разорвал на мелкие кусочки, Да выкинул. Вот такой я смелый. Ещё у нас тут мыши водятся. А это что за зверь? Пусается, нет? Пусается. Хоть и небольшой, Но зубы у него острые. А где он водится? Да тут в доме и водится. Копал убегает. Одежду грызть любит. На людей хоть не нападает? Нападает, нападает. Да вот он, смотри, У тебя под ногами. Ой, мышь, мышь. Третий день медвежий хигрищ идёт. Концентрируется, Сгущается пространство, Возрастает темп. Много сегодня нужно пропеть, Протанцевать. Ведь завтра важный день. Завтра придут великие духи. Хай-йо! То и дело слышится Восклицание певцов, Исполняющих зверинные песни. Молодой Манси показывает зрителям танец со стрелами. Обычно этот танец исполняется на сакральной части праздника. Но Жора ещё молод. Нельзя ему в роли духа выступать. Поэтому он исполняет перед медведем этот танец как личный. Танцы сменяются песнями, песни сцены. Просветлённые глаза стариков, Звонкий смех молодёжи, Сдержанные лица почтённых женщин. Возникает особое пространство, Где прошлое уживается с настоящим. Души давно ушедших предков беседуют с людьми. Люди возносятся вслед за духом вины и миры. Старость встречается со своей юностью, А молодость быстро взрослеет, Вбирая опыт предшествующих поколений. И вот последний день, последняя ночь праздника. Сегодня прозвучит в медвежьем цикле самая важная песня. Песня пелымского бога о земном происхождении медведы. К древним поклоне священные славные головы склонив, Вы постойте. Древнего духа мужчины сыном сотворённый мотив, Мы поднимаемся петь. Древнего духа мужчины сына пропетый мотив, Железными зарубками увековеченные многочисленные слова, Мы их споём. В течение нескольких лет сидит неподвижно пелымский дух За столом с железным покрытием, За столом с каменным покрытием, С золотыми листами в руках, И орлиными перьями пишет на нескончаемых тех листах. Но однажды Торум отец отправляет к нему на ладонь золотой губенчик, К нему на ладонь золотой клубочек. Многие сотни дней ласкает и укачивает пелымский Торум На коленях своих небесных дитях. Однако сын не растёт. Осенью пелымский дух отправляется в верховье реки. В пути золотой клубочек превращается в медвежонка. Он выскакивает из лодки и убегает вверх по реке. Возвращается медвежонок, уже взрослый медведь. Затем спускается вниз по реке. Оттуда он возвращается уже диким, опасным зверем И нападает на своего родителя. И отец вынужден его убить. Подробно описывается в песне Последовательность раздевания, разделка. Нормы обращения с медвежьей головой Порядок проведения медвежьих игрищ. В конце песни пелымский дух заповедует сыну Быть домашним духом-охранителем. От ударов злых заслоняющим духом ты восседай. От ударов хиня заслоняющим духом ты восседай. От болезней заслоняющим духом ты восседай. Изобилие лесных зверей дающим духом, Изобилие водных рыб дающим духом ты восседай. Олени охраняющим, удачу на них приносящим ты восседай. Для долгой жизни людей ты восседай. И, наконец, появляется Казымская богиня. Та самая, под покровительством которой находятся все окрестные земли. Хоть и считается она здесь великой, Но приходит на праздник вместе с духами Миш. Необычная ее история. Проживая со своим мужем-немцем у берегов Северного моря, Однажды после ссоры в безудержном гневе Хватает она светлой обской воде подобную саблю, Светлой озерной воде подобную саблю И направляет свой гнев в сторону Северного моря океана. С тех пор не осталось там ни одной травинки вверх растущей, Ни одного кустарника вверх растущего. Затем одним взмахом отсекает мужу обе ноги И в облике златокрылого священного селезня Поднимается на небо к отцу Торому. Просит она небесного отца Отправить ее в верховье реки Казым, Где черной кровью не залитые славные земли, Где черной кровью не обогренные славные воды. Получив согласие отца, Возвращается богиня в Тору, Где назначает своего безногого мужа В облике щуки быть духом покровителя морской губы. Затем запрягает олень и обоз И гонит тысячное стадо в сторону реки Казым. По пути следования богиня оставляет своих детей, Наказав быть духами определенных территорий. Слуг оставляет сторожить устье реки Казым, Где они изготавливают железный запор, Чтобы не проникли в реку болезни, Направляемые злым духом Хи-Ики. Взяв под свое покровительство всю территорию По обе стороны реки Казым, Приходит она на небесное озеро Нумто, Где и восседает богом. Маски сегодня появляются раньше обычного И задерживаются ненадолго. Сегодня у них дело. Вскоре прозвучит святость, Разрезающая песня, И пространство праздника будет жестко разделено. Теперь нельзя совершать неприличных действий, Произносить некрасивые слова. А после исполнения паутину разметающего танца И очищения дымом всех углов избушки, Начнется самая важная часть таинства. На игрище приходят великие духи. Первым в сопровождении слуги является дух Хоймас, Нерест тающий. Сидит Хоймас день и ночь, Лето и зиму в доме из водяных столбов, И строгает нескончаемую деревянную заготовку. Его доль наполнен мелкой и крупной стружкой. Если мелкая стружка из-под рук его выходит, То с мелкими жабрами, Жабры, имеющие многочисленные рыбы, Дальше поплывут. Если крупная стружка из-под рук его выходит, То с крупными жабрами, Жабры, имеющие многочисленные рыбы, Дальше поплывут. В зимнее время Хоймас наполняет тайгу разным зверьем, Белкой, Соборем и Стелем. Поэтому его еще называют Многочисленных рыб, раздающих горд. Многочисленных зверей, раздающих горд. Следующим в сопровождении слуги приходит дух Емвошики, Мужчина священного городка. Один из его образов – медведь, Поэтому и одет он в черную одежду. Емвошики является посредником Между миром живых и мертвых. Он борется с темными силами на земле, Оберегает людей от злых духов. Если войдет он, То девочек, пожирающие многочисленные черные духи, Мальчиков, пожирающие многочисленные кровавые нечисти, Если они есть в доме, То под дощатый пол они в страхе ползут, заползают. В разговоре и песне Емвошики принято называть дядей, В облике клыкастого зверя, В облике когтистого зверя. Наш дядя, великий муж, Над многочисленными водами склоненную гордую голову, Над многочисленными землями склоненную священную голову, Ты подними-ка. Над всеми водами возвышающий гордый танец, Над всеми землями поднимающийся священный танец, От беды заслоняющий святой танец, От горя охраняющий священный танец, Наш дядя великий, оставь нас, оставь. Асты-Ики, мужчина вершины Аби, Считается младшим из братьев, управляющих миром людей. Но по силе своей он не уступает никому. На белом коне едет он по небосводу, Оберегая порядок в мире, Раз и навсегда установленный богами. К нему обращаются люди, когда попадают в беду. Девочек жалеющий вэрт, Мальчиков жалеющий вэрт, Называют его. Тев-Кутупики, мужчина реки Сойсвы, Считается родным братом казымской богини. А почитают его ханты за то, Что он приносит удачу. От него зависит величина и здоровье оленей восстанта. Семь маленьких небесных сыновей приходят на игрище, Чтобы забрать с собой три души медведицы И поднять их к отцу на небо. Четвертая душа останется здесь, в доме. Будет охранять хозяина и членов. Небесные существа не могут ступать на землю, Дабы не оскверниться. Поэтому танец их исполняется на специальной деревянной рамке. А женщины поглядывают, Ждут, когда придет великая Калтащаньки, Мать-прародительница. На земле она главная богиня. В ее власти и люди, и духи. Калтащаньки определяет место пребывания и функции духа. От нее зависит судьба и срок жизни каждого человека. На углу стола моего Золотая бумага с листами. Девочек долгой жизни, Их века бумага. Мальчиков долгой жизни, Их срока бумага. Дня столошадного пира узор, Ночи стоконной жертвы узор, Пишу я руками, Незнающими устали. Что должны делать женщины, Чтобы их сыновья и дочки росли здоровыми и крепкими? Как должны жить люди, Чтобы не оборвалась нить самой жизни, Чтобы продолжалась она на земле? Под ритмичный стук железного наконечника стрелы Дает наказ великая богиня, Калтащаньки. Закончился праздник. За четыре дня и ночи Предстал предучастниками Весь хантыйский мир. Небо со всеми его обитателями, Земли, реки, озера и леса, Населенные светлыми духами-охранителями, Хантыйские роды И их ближайшие соседи. Всем нашлось место На этом празднике. Всех собрал вокруг себя Великий прародитель, Медведь. Теперь голова медведицы Займет почетное место На священных нарах. Дух святой дочери Вместе с другими домашними духами Будет охранять мир и покой в доме, Приносить удачу в промысле, Охранять оленьи стадо. Головы и шкуры жертвенных оленей Хозяин сопровождения мужчин Отвозит на святое место, Родовое святилище. Здесь их помещают на священной березе, Рядом с другими ранее принесенными жертвами. И снова звучат слова древней молитвы, Обращенные к светлым небесным силам. Пусть светлыми будут мысли и дела людей, Живущих на земле. Пусть рождаются и растут в земном мире Мальчики и девочки с чистыми душами И ясными глазами. Пусть никогда не остановится бед в жизни. Редактор субтитров А.Семкин